Сегодня я расскажу и покажу, продемонстрирую реальные примеры, реальные кейсы, как продвигать каналы рукодельницам, как рукодельницы можно заработать, как на канале о рукоделии делать, скажем так, хороший заработок и, естественно, лучшая работа – это хобби, приносящее доход. И поэтому я видел много успешных кейсов, много зарубежных кейсов успешных, очень успешных, скажем так, когда рукодельницы зарабатывают там пять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять тысяч долларов в месяц и при этом они находятся в кругу семьи и делают, занимаются любимым делом. Это все очень и очень круто, но это огромный кусок работы и мы сегодня об этом будем говорить. Кто уже смотрел наши стримы, эта карта «Делаем канал для бизнеса». Причем тут бизнес и рукодельницы – это самый частый вопрос, который я уже прямо ожидаю. Все очень просто. Если вы хотите зарабатывать на своем канале, продавать свои вещицы, либо продавать вещицы чужих, ну, других рукодельниц, то это и есть бизнес. По-другому это называется, то есть заработок, ну, либо бизнес. И вы, хотите вы этого или нет, вы во главе бизнеса этого всего, потому что вы, делая канал, делаете бизнес, который вам будет приносить доход. И даже если вы делаете канал не для заработка, а делаете его для продвижения своего бренда, там, своих сумочек, своих колец, то это все равно бизнес, потому что в итоге результатом продвижения вашего канала будут все равно ваша успешность. А ваша успешность – это изменяется деньгами, все. Ну, то есть все свя… все сводится к деньгам, ну, к деньгам, как кому удобнее. Поэтому делаем канал для бизнеса рукоделия. Друзья, это все просто. И теперь поехали по моментам, то есть как это работает. Зачем? Вы должны изначально понимать, зачем вам этот канал. Зачем? Для чего вам этот канал? Допустим, если мы делаем некие куклы, ну, давайте на примере. Замечательная куколка, купил ее у рукодельницы на выставке. Написано «Я не бабник, я просто боюсь один спать». Ну, в принципе, интересно, в принципе, весело. И вот я сейчас на примере этой куколки мы сегодня обсудим, то есть представим, что у меня есть… Я умею делать вот такие замечательные куколки, да? Там прикольные куклы. Я их умею делать и я хочу их продавать, потому что я умею делать их много. Ну, допустим, там, пятнадцать штук в месяц. Для меня это много, для бизнеса это капля в море. И, соответственно, для чего? То есть я формулирую себе цель. Цель простая. Я хочу продавать эти куклы. Все, я хочу на них заработать. Почему? Потому что все эти материалы, замечательные цветочки, там, бантики, ленточки, проволочки – все это тоже стоит денег и мое время тоже стоит денег, да? Соответственно, кому я определяю уже целевую аудиторию? Сразу. Вы тоже должны изначально прописать свою ЦА. Целевая аудитория – это важно, потому что у вас со словом «целевая» будет очень много связано. Целевой трафик, целевой контент, целевая аудитория. То есть целевая аудитория – это та аудитория, на которую вы целите. Совсем, совсем простым языком. То есть вы должны изначально, до создания канала, либо сейчас, если у вас уже некий канал есть, пересмотреть, кому, кому вы будете продавать эти игрушки. Например, я понимаю, что этого замечательного совенка, либо там, не знаю, ну, по-моему, совенок, да? Я бы продавал, допустим, хорошо, пошло бы на день рождения мужчине или же, допустим, на 23 февраля. Тоже очень хорошо. Кстати, эту игрушку выбрал Федор сам на выставке. Он сказал, я хочу такую. И ему зашло. Казалось бы, да? Это, в моем мире, это не та целевая аудитория, но Федор ее выбрал, Федора и купил. В принципе, хорошо. Дальше, то есть, для подарка. Замечательная штучка для подарка. Как интерьерное украшение тоже самое хорошо. Видите, там, лапки, там, можно садить его, там, пятое-десятое. То есть, я уже понимаю, кому. Я уже выделил, да? То есть, такой милый презентик, но и для девушек, которые ищут парню подарок, и для мужчин, которые хотят, там, не знаю, там, идти. И, понимаете, в чем тут, в чем тут фокус? Потому что, когда мы выбираем кому-то подарок, мы еще в своем русском менталитете считаем, а сколько он стоит? Так вот, у рукоделия есть очень крутая штука. Это нельзя понять стоимость, да? Потому что, в принципе, этот самый совенок может стоить тысячу рублей, а может стоить и пятьдесят тысяч рублей. Непонятно. Потому что у него нет цены, он бесценен. Ну, он стоит ровно столько, за сколько вы смогли его продать. Ни больше, ни меньше, да? И вот такая замечательная сова, совеночек, да? Какую цель? Порадовать. То есть, я хочу делать канал, чтобы продавать эти самые игрушечки, чтобы порадовать, нести радость, нести интересный контент, да? Видео для кого? Для, определяем, для кого мы делаем видео, да? Опять же, для покупателей в итоге. Если вы делаете мастер-классы, то все равно вы продаете что? Не совенка, а свою экспертность. Вы продаете то, что вы эксперт. Потому что, когда люди выбирают, у кого смотреть мастер-классы, они обычно смотрят на экспертов. То есть, у кого больше, там, просмотров, подписчиков. Но очень часто бывает, там, я видел, есть канал «Эксклюзивные подарки ручной работы», там шахматы из таких, из драгоценных, там, минералов, материалов, там, камней. И там я больше, чем уверен, что даже при ста просмотрах этих вот шахмат, при одной продаже, он окупает гораздо больше, чем девушка, продавшая вагон этих вот самых совенков. Дальше поехали. Куда мы будем ставить это видео, то есть, да? Зачем это? Вообще, зачем мы вчера говорили, позавчера? Зачем вы всегда начинаете свое действие, свой, с вопроса? Это мой самый любимый вопрос. Зачем? Зачем это клиентам? Зачем это видео, которое вы будете делать, видео, которое на вашем канале, зачем оно? То есть, вы же можете сделать интересное видео и люди, которые держат группы, какие-то каналы, какие-то там, не знаю, смежные коллаборации, мы тоже будем об этом говорить, они уже начинают, могут разместить ваше видео, где вы презентуете своего совенка на своем сайте, где мужчины выбирают подарки. Либо девушки выбирают подарки, как вариант там, да? То есть, вот я, Александр, делаю такие замечательные совенки. Они тут разные названия, мы можем ваше название написать, то есть, вот, любое написать там и сделать именной, допустим, поставить какой-то бенджик, там, Вася или Петя, там, рассказали и внизу свою ссылочку. То есть, люди это размещают, либо в группы в социальных сетях. То же самое, это хорошо размещается ваше видео, но при условии, если вы будете изначально понимать, как это будет размещаться. Дальше. Клиентам. Для чего ваши, то есть, по итогу вы всегда, вы делаете канал, уже мы будем говорить о контенте на этом канале, вы делаете свой канал, именно для того, чтобы продавать свои услуги, товары, либо свою экспертность. И в любом случае продавать, продажа, продажа, вот, то есть вы, когда к вам подписываются подписчики, вы продаете себя. Ну, в любом случае, вы продаете свою, меняют ваше, ваше видео на свое время. То есть, это просто, вместо денег уже идут другие материи. Поэтому, бывает так, что ЧСВ. ЧСВ – это чувство собственной важности. Многие мастерицы, я некоторые знаю, делают каналы ради ЧСВ. И они не понимают, вот есть одна глобальная штука, она называется «Время». Вот то, что работало год назад, сейчас не работает. И, уважаемые мастерицы, уважаемые рукодельницы, если вы видите похожий канал, аналогичный канал, у которого там уже есть там двести тысяч подписчиков, вы только начинайте, не бойтесь, идите вперед. Потому что фишка в чем? Я опять же вам расскажу, то есть, уже как бы там, бородатую мою фразу, но у меня есть канал, у которого, которому там восемь лет, которым я не занимаюсь вообще. И там огромное количество там просмотров, роликов, подписчиков. И там они тусуются сами по себе. Понимаете? Потому что раньше продвигать каналы было просто. Вы что бы не сняли, у вас это заходило. Потому что не было ничего. Раньше можно было сделать там, допустим, как сварить яйцо пашот, и это видео сразу набирало там огромное количество просмотров, потому что это было одно видео на весь русскоязычный YouTube. И оно в любом случае заходило. Сейчас так не работает. И лидеры всегда, то есть, это не навсегда. YouTube не поднимает навсегда. Поэтому, если вы будете делать хороший качественный контент, зная зачем и какую задачу решает канал. Понятно, что вы сразу не сможете таких вот замечательных штучек продавать. Но, если вы будете делать пошагово мастер-классы и рассказывать грамотно и хорошо, как сделать вот такие замечательные игрушки, вы будете давать. Вот мы делаем школу видеоблогеров для того, чтобы помогать вам бесплатно делать свои каналы. И если вы будете бесплатно давать интересные уроки и мастер-классы, как делать таких вот совенков. И в принципе, если я живу в Москве, а ваш ученик, допустим, живет в Питере, то вы не конкуренты. Он вполне себе может делать таких совят очень много и продавать, сделать какой-то бренд. Дальше это разрастется и будет хорошо. Просто, ну, у вас будет интересная штука, да? Вот. Дальше. Зачем определились? Понимаете? И дальше, что будет, если? Вот после, зачем у нас получается, да? Еще момент такой, что будет, если? И мы плавно переходим к, что? Вот эти вопросы, про что, тоже очень важны. Почему? Потому что, что будет, если эти совята не будут продаваться? Либо бывают какие-то идеи замысловатые, да? Там какие-то креативные, там, фигурки, там, бывают бренды. Что будет, если? То есть, насколько... Помните, у нас там вот был момент, вот он называется, смотрите. Он называется гибкое взаимодействие. И у вас, дамы и господа, которые занимаются рукоделием, у вас есть одно преимущество, у которых, этого преимущества нет у больших компаний. Это преимущество называется гибко, и вы можете быстро принимать решение. То есть, совята не пошли, ладно, делаем не совят, делаем, там, не знаю, какие-нибудь такие штуки. Ну, эти штуки не пошли, ладно, делаем вот такие штуки. Ну, вы можете гибко делать, гибко реагировать на спрос, да? Или же, допустим, что будет, если они пошли? Что будет, если, если таких совят вы можете делать 15, а у вас пришел заказ, допустим, а у меня реально есть пример, когда девушка делала замечательные, там, кошечки, такие портмонет для ключей, и к ней пришел заказ на 300 штук для компании. То есть, она делала 15 штук в месяц, а ей пришло 300 для компании. То есть, там, ну, компания со своим логотипом решила всем своим сотрудникам подарить для брелка, для машин, такие эти какие штучки, 300 сразу и готовы заплатить вперед. А она физически не может сделать за такое-то время. То есть, вот вы должны понять, что будет, если, когда попрет. А попрет, по-любому попрет, да, если делать все хорошо, то попрет в любом случае. То есть, вот смотрите, то есть, если вы делаете хороший, качественный продукт, грамотно его упаковываете, то попрет в любом случае. То есть, вы, это аксиома, это вот, я опять же приведу пример, да, мне немец один сказал, очень богатый, очень хороший, там, владелец ресторанов сказал, Александр, если ты будешь делать ресторан, и в нем будет постоянно вкусная еда, чистые скатерти, хорошо вышкаленный персонал, то в любом случае у тебя будет сарафан, и ты попрет. Но главное, чтобы у себя время, все время было качество. Качество, стабильное, стабильное качество, регулярность. Дальше поехали. Что? Что мы будем снимать? Надо понимать. И тут у многих начинать, вот я просто говорю про ошибки. У многих начинается самая главная ошибка. Что вы делаете? Вы начинаете снимать процесс. Берем иголку, начинаем там то, неправильно. Надо сначала снимать результат. Вы встали в камеру, сказали, здравствуйте, вот этот замечательный совенок, я его сделала за два дня. А сейчас я покажу вам, как это все происходило, и как пошагово сделать вот такого совеночка. Посмотрев мой мастер-класс, вы сделаете такого совенка, ну не через два дня, но через три, но уже со временем будет делать через два дня. Итак, поехали. Все, пятнадцать секунд первое сказали, и потом у вас может быть часовой мастер-класс. А вместо этого вы, многие из вас даже не показывают в конце результат. Потому что вы забыли, вы в свою колею зашли, вы начали делать, а потом результат не показали. Посмотрите по принципу, идите в принцип «лучше хорошо украсть, чем плохо придумать». Это очень интересный принцип, как он работает. Он работает в формате, чтобы посмотреть, как делают зарубежные каналы, англоязычные каналы, как делают кулинарные каналы. Они сначала показывают торт, а потом делают, как это все происходило. Они сначала показывают результат, для чего в голову кладут «а ты хочешь такой, смотри, как это делается». И пошагово поехали. Дальше, что будет на канале. Помните, у нас был контент-план. Вот открываете наш стрим «Для чего нужен контент-план», пересматривайте его, обязательно. И пишите себе формат, что будет на канале. Обязательно. Потому что, помимо ваших там рукодельных штук, должны быть еще… Люди любят людей и покупают у людей. То есть, если на канале, то есть, может быть, какая-нибудь там, один плейлист, там, где вы с детьми, там, где вы на прогулке, там, где вы покупаете. Может быть, какой-то словарь, да? Может быть, какой-то, как выбрать, как правильно выбрать, допустим, цветочки, как правильно проволочку выбрать, там, да? Какие-то блоковые, там, да? Какие-то интересные штуки. Где я покупаю то или иное? Ну, чтобы это было понятно. Потому что у меня девушка одна сделала ролик «Как покупать правильно и недорого ленту», ну, эту упаковочную. И он у нее выстрел и привел много трафика. То есть, она просто поделилась полезным контентом. Вам надо понимать, что у вас будет на канале. И надо понимать, что это будет, должен быть полезный контент. То есть, сначала вы даете, а потом получаете. Потому что многие этого, ну, вы понимаете, но не делаете. Вот проблема в том, что вы не делаете. Вы, вы знаете. И даже у некоторых есть ролики, но они там, ну, это же личное. Какое личное? Вы уже публичная. Вы уже публичная личность, поэтому делитесь своими идеями и походами в магазин, в театры и все дела. Опять же, что будет, если? Один из такой важный, надо понимать, что будет, если? Что будет, если я разрастусь? Что будет, если мне надо будет, допустим, кого-то нанимать, да? Потому что всегда надо нанимать кого-то, то есть делегировать кому-то. Вы умеете делать таких вот штучек, но вы можете пока разрабатывать другой продукт. Уже вы можете нанять девочку, которая будет делать этих совет замечательных. Или там, она может быть в другом городе, в другом, сидеть дома у себя там, в этом формате, да? Дальше. Что у нас готово для целевой аудитории? То есть, если мы понимаем, что мы специалисты по игрушкам, то мы должны целевой аудитории, допустим, рассказать, как правильно заходить там в, как, ну, сделать такой небольшой плейлист, там, допустим, как правильно вести себя на выставке. Или, допустим, пять советов тем, кто собирается ехать на выставку. Там у меня, опять же, знакомые, у меня много знакомых. Знакомая сейчас уезжала на выставку в Голландию, где эти игрушки глиняные, там, да? Фигурки человеческие, там, пятое-десятое, такие в этом формате. То есть, и вот было бы интересно ее зрителям, я считаю, да? Что сделать такой ролик о том, как это все, то есть, как она добралась, что там, как. Ну, такое пошаговое закулисье тоже будет интересно для целевой. Дальше. Надо определиться, то есть, мы уже поняли, зачем, поняли, что и теперь нам надо понимать, кто. Кто будет снимать и кто будет монтировать. Важный момент, потому что, если снимать довольно просто, ну, взять там это, то с монтажом беда-беда. И здесь надо, опять же, прийти к тому, что монтаж делает ваше видео вкуснее и короче. Очень часто можно говорить о том, что, ну, вот делают многие ошибку, мы начинаем, там, обматывать эту, как его, эту вот лавку замечательную, там, бечевкой или, там, веревкой, да? Или, там, не знаю, там, чем обматывать и начинают мотать. Ну, можно на ускоренный, там, поставить, знаете, там, чтобы в этом формате, либо обрезать и уже сказать, вот уже готово, чтобы сэкономить. Просто сейчас время короткого, уникального, полезного контента и длинное. Они будут заходить только тогда, когда вы уже соберете аудиторию. Дальше поехали. Кто будет размещать? Рекомендую вам, в нашей школе видеоблогеров есть прям пошаговые уроки бесплатные. Как размещать, как оформлять, как писать, как продвигать, как отвечать на комментарии. И это важно. Отвечайте на комментарии. Вы только ответами на комментарии соберете свой комьюнити. Смотрите, как мы в школе видеоблогеров отвечаем на комментарии постоянно. Это важный момент. Потому что люди, они приходят взаимодействовать с вами и они находятся далеко. И очень часто они живут в разных часовых поясах. То есть, когда у вас ночь, у них день. И они не могут с вами законнектиться. Но и у них есть вопрос. Потому что они все понимают, но они не знают, какая там проволочка внутри стоит. Или как это вот прилеплено, это приклеено, либо там оно пришито. И вот эти вопросы мелкие. Они хотят вам задать это. То есть, вы уже вовлекаете свою аудиторию целевую ответами на комментарии и предлагаете. Обязательно предлагайте подписаться, прийти, задать вопрос, пообщаться, комьюнити. То есть, рукодельница, это же такое, как бы, это монотонная, одинокая, как я это себе представляю, работа там, да, там, что-то делать, там, сидеть такая кропотливая, там, вязать эти, не знаю, там, пинетки. Ну, я вчера говорил, там, бабуля одна навязала пинеток «Мама не горю». То есть, она вязала, продавала эти пинетки на метро. Метро Люблино. Вот. А потом ее великий, великовозрастный внук сделал ей канал. И она начала продавать уже прям, как бы, сидя дома, никуда. Она, получается, вязала пинетки дома, потом шла к метро, продавала там. Теперь она вяжет дома и продает их дома. То есть, люди приезжают к ней, забирают эти пинетки, прям, она никуда не выходит, в магазин ходит, тратит деньги из этих. И пинетки стали дороже. Все. Просто чуть-чуть поменяли вектор. И это работает. Дальше. И надо анализировать. Что значит анализировать? Анализ того, откуда к вам приходят, что спрашивают. И анализ конкурентов. Самое важное, просто надо начинать, это с анализа ваших конкурентов. И не бояться их. И, а думать, я сделаю лучше. И делать реально лучше. И будет лучше хорошо. Когда? Мы сказали, зачем, что, кто, теперь когда. Когда? Начинаем. И делаем, очень важно, вот, ключевые точки. Сто, тысяча, десять тысяч. Да? Когда мы сделаем десять роликов. Когда мы сделаем десять разных игрушек. Когда мы сделаем там сто подписчиков. То есть, и вы должны понимать, вот, есть такое понятие, гиперболический рост. Оно растет не так, ваши подписчики, просмотры. Оно вот так вот растет. Раз, потом раз, потом раз. И вот выше, и выше, и выше. Так не бывает. У нас, вот, допустим, за один месяц уже, за этот месяц тысяча подписчиков пришла. За один месяц. А за год было пять тысяч всего. Я знаю, что, то есть, я приду к тому, и наша команда, что в школе будет подписчиков, допустим, там, три тысячи, там, допустим, в неделю. Это просто. Главное, просто понимать цель. И у вас, когда начинаем, то есть, должны быть контрольные точки. То есть, контрольные точки. То есть, вы раз, зафиксировали результат. Раз, зафиксировали результат. Почему? Потому что это бизнес. У вас деньги надо считать. И вы должны понимать, смотрите, очень внимательно, слушайте. Вы должны понимать себестоимость этого совенка. Прям посчитать. Потому что многие не понимают этого и работают себе в убыток. Потому что, эх, я же продаю. А потом мы считаем, совенок стоит тысяч рублей по материалам. Мы не считаем свое время. А мы продаем его за девятьсот девяносто со скидкой. И считаем, что мы, ну, бизнесмены на букву «Б», я называю это так. Поэтому, дальше, поехали. Аа результат. Должен быть... Что должно быть результатом? Опять же, мы говорим себе, что в этом месяце у меня результатом будет сто подписчиков. В следующем месяце у меня, там, будет результатом, тысячи просмотров. В следующем месяце у меня будет результатом, это там, допустим, пятнадцать видео. Или, там, плейлистов, там, два плейлиста. Он должен быть измеримый. Сделать хороший канал – это не результат. Сделать канал, где есть 10 видео и 100 подписчиков, это результат. Понятно? Цифры должны быть. И продажи. Надо понимать, для себя поставить сразу, сколько я хочу, сколько я хочу заработать. И мы уже считаем, себестоимость совенка 1000 рублей, я могу делать 17 совенков в месяц, соответственно, я могу, это уже бизнес, тематика бизнес, ну, я думаю, что у вас есть знакомые, которые помогут вам просчитать экономику вашего бизнеса. Это тоже просто, когда человек умеет считать. То есть вы берете совенка, себестоимость его, да, стоимость своего времени, инвестирована туда, в этого совенка, да, стоимость там света, интернета, всего-всего-всего-всего, соответственно, как бы и получаете себестоимость. И потом считаете, чтобы зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц минимум, мне надо продавать таких совенков, допустим, там 17 штук за месяц по цене, там, допустим, две с половиной тысячи рублей. Всё. И считаете экономику на начальном этапе. А я ещё рекомендую сначала сделать одного и попробовать его продать, потому что многие не делают так, но и начинают делать 15 разных игрушек, и начинают продавать. Попробуйте, может это зайдёт хорошо, поэтому пробуйте. Дальше. Где? С рукоделием всё гораздо проще, вот, потому что если снимать в полный рост, нужно место, нужен большой свет. С рукоделием надо руки. Руки – это значит стол, и вы за столом. В принципе, это хватает, там, три метра квадратных, там, ну, пять метров, ну, комнату одну. Хорошо, если будет комната. И, опять же, на опыте говорю, на опыте общения с рукодельницами говорю, хорошо, если эта комната будет в пешей доступности от вашей квартиры. Потому что, если у вас есть какой-то у подруги комната, и эта комната, там, допустим, в другом конце города, то, в принципе, не вариант. У нас, чтобы было быстро. На кухне тоже не вариант. Потому что, вот, именно в то время, когда вы будете мастерить, ваша семья будет хотеть завтракать, ужинать, обедать, пить чай, кофе и все дела. Поэтому должен быть какой-то закуток. У нас есть сайт, называется «Маленькие интерьеры», и там есть очень довольно интересные примеры того, как рукодельницы обустраивают свои рабочие места, начиная от кладовки, заканчивая балконом, ну прям хорошо. Посмотрите, то есть выбирайте и опять же, смотрите, как у других это сделано. Очень часто бывают очень такие хорошие решения, они там, прям, я видел даже второй, второй этаж в одной комнате. Дальше поехали. Где размещать? Поймите, друзья, что Ютубом не заканчивается ничего. Ютубом заканчивается только Ютуб. Дальше есть ВКонтакте. Ваша целевая аудитория может быть в Одноклассниках, в Фейсбуке. Ну, почему? Вот для таких вот вещиц я бы искал аудиторию, наверное, в Фейсбуке. Ну, потому что, в принципе, там аудитория, которая... ВКонтакте вряд ли, Одноклассники вряд ли. А вот Фейсбук, само то, это как бизнес-подарки, наверное, было бы хорошо. И вы уже понимаете, то вот это вот бизнес... Опять же, от целевой аудитории. Но она есть везде. Потому что я знаю очень богатых людей, которые сидят только в Одноклассниках, потому что их там штырит, их там старая любовь сидит. И знаю нищебродов, которые в Фейсбуке, там, делают из себя, там, таких авторитетных мужей. Прямо не подойти. Вот. Поэтому ищите аудиторию, будет нормальдос. Как продвигать? Мы уже говорили. То есть, если вы будете делать продвигать, надо изначально понимать, как вы будете это продвигать. Потому что ваше видео само по себе не стрельнет. В школе есть, как продвигать каналы рукодельниц, как это... Опять же, тематики. И обращаю ваше внимание, ну, прям пристальное внимание, не бывает уникального рецепта продвижения. Потому что, если мы продвигаем, к примеру, вот этот замечательный продукт, это одно и один способ продвижения. Если мы продвигаем, допустим, вот эти замечательные какие-то часы, то ли песочные, то ли что-то еще. Если мы их продвигаем, то это другой способ продвижения. А, и они абсолютно разные. Потому что разные целевые аудитории. И разный посыл. И ваше видео тоже будет совершенно разное. То есть, но опять же, надо заходить в коллаборацию о том, как продвигать эту всю историю. Мы будем говорить, у нас есть много роликов про это на нашем канале Школы Видеоблогеров. Смотрите и применяйте к себе. Дальше. Как искать людей? Опять же, очень часто бывает. Почему? Смотрите, это подходит к любому бизнесу. Это уникальный, универсальный шаблон. Как искать людей? Актеров на монтаж, на фрилансеров. Как, где брать оборудование? То есть, друзья, не покупайте дорогое оборудование сразу. Возьмите у кого-то в аренду. Попробуйте. Попытайтесь. Потому что есть примеры, когда есть люди снимают нормальным телефоном. Сейчас телефоны, смартфоны снимают довольно неплохое видео. Там Xiaomi, Samsung, iPhone. Они снимают довольно хорошо. Есть бюджетные телефоны, смартфоны. У нас есть на канале Школа Видеоблогеров ролик о том, где мы рассказываем про три варианта, бюджетных вариантов студии дома у себя. Вот просто возьмите, посмотрите. Не покупайте. Многие покупают большой дорогущий фотоаппарат. Собирают. У меня есть пример. Девочка собирала, собирала. А потом закрепила ее фотоаппарат там наверху. Он взял, ляснулся и все. И пипец. И там истерика. И все. И руки. И ничего не хочет делать. Вот. Поэтому пробуйте сначала. Есть такое в бизнесе, есть такое понятие MVP. Это значит небольшой продукт, который, то есть вы уже сделали, попробовали его и начали допиливать. Попробовали продать, начали допиливать. То есть сделайте один. Попробуйте. Попробуйте снимать. Попробуйте, не сразу не обустраивайте все. Попробуйте сделать маленький шажок и попробовать. Дальше. Актеров. То есть если вам не хочется, нет желания сниматься, светить лицом, может быть кто-то может вместо вас. потому что в принципе вы можете руками это все дело показывать руки, а потом уже нанять актера, либо какую-нибудь там подругу, ну я не рекомендую, но если уже никуда деваться, да, и уже подруга скажет типа, вот замечательный там совенок, пятое-десятое, приходите, потому что так работает лучше, чем просто там, как многие там в камеру этого совенка пихают, ну или какую-то там подделку, вот, где брать оборудование и финансы, тоже важная штука, потому что бесплатно ничего не бывает, не покупайте различные там курсы о продвижении, там мастер-классы, фокус-группы, вы не научитесь продвигать за два дня никогда, это надо как бы, это системный подход, надо понимать базис и понимать сначала запаковать, что продвигать, потому что если у вас нет чего продвигать или это находится в очень плачевном состоянии, а очень часто разные коучи там, инфо-цыгане, они даже не смотрят ваш канал, приходи, мы тебя научим, у вас там такой трэш, что его надо просто забыть и сделать с нуля, а потом уже сделали с нуля, сделали хорошо, грамотно, правильно и уже потом пошли продвигать всю эту историю, понимаете, надо понимать, что, ну к примеру, то есть если у нас есть игрушка, то есть да, вам могут научить ее хорошо продвигать, но если эта игрушка выглядит как-то, как вот так, какая-то, и тут голова там какая-то креативная, там да, вот так вот в этом формате, то, ну я не знаю, а вы такие, ну я там потом сделаю там какие-то там эти там штучки, дрючки, там все дела, ну понятно, если не понятно, пишите вопросы внизу, вот, я пытаюсь уже разжевывать прям максимально, дальше поехали, да, про вопросы не стыдно, спрашивать не стыдно, стыдно, это когда включаешь дурочку, или там дурочка, лишь я все знаю, это знаю, это знаю, это для меня там, ну, дальше, где мы берем финансы, финансы понятно, потому что нам финансы будут нужны для продвижения, для съемок, для оборудования, то есть, чем больше у нас ролики, тем больше у нас оборот, и нужны финансы, важно, время и идеи, идеи это контент-план, вот если вы не знаете, что вы будете снимать, лучше не начинать, взял, сядьте, напишите, и очень может быть, я опять же, на примерах, говорю на примерах, как оно есть, часто бывает так, мы садимся, начинаем писать контент-план, а я не хочу совенков делать, я хочу кексы печь, у меня кексы хорошо получаются, я все время мечтала торты делать, я не хочу никакие, уже все, она уже, я говорю, ну, а не хочу, и вы не бойтесь уходить, то есть, если делали там игрушки, делайте там, не знаю, побрякушки, делайте там торты, делайте, не знаю, там, авточехлы, там, что угодно, понимаете, то есть, уходите в сторону, то есть, если вам нравится, потому, что вам с этим жить, а лучшая, а лучшая работа, это хобби, приносящий доход, знаете, вот это вот, вот это лучшая работа, то есть, вы занимаетесь, вот я сейчас, да, мне очень нравится делать видеоконтент, и он мне приносит доход, мне очень нравится делать ролики, и они мне, там, допустим, прям, хорошо. Идеи, идеи, они должны, то есть, смотрите, все давно уже без вас придумано, давным-давно, и если этого вы не видели, то просто банально вы не умеете искать. Посмотрите, берете свой, допустим, берете свой запрос, по которому вы хотите продвигаться, ну, к примеру, игрушки своими руками, и вводите это на английском языке в ютюбе, и видите там рукодельницы, и видите, как они там это снимают, как это там все мощно, красиво, и поэтому раньше, если был контент, где там снимали, знаете, как называется, не мыльница, а мельница, ну, на маленький, покажу сейчас. Вот телефон BlackBerry, старый телефон, видите, камера, и вот до сих пор люди, она более-менее снимает, ну, убого, но снимает, ей там, не знаю, там 10 лет этой камере, там BlackBerry, вот, там есть камера, и есть ролики у меня, которые этой камерой сняты, и, в принципе, они довольно неплохо зайдут, но теперь эти ролики не зайдут, потому что сейчас важно качество, качество контента важно, это вот аксиома, поэтому занимайтесь и берите идеи у других уже, и очень, вот, дамы и господа, лайфхак, очень много каналов, которые заброшены, потому что люди начинали их делать с ошибками, они начинали делать их с ожиданием чуда, чудес не бывает, и они делали хороший контент, там, допустим, я открываю канал по рукоделию, там 15 офигительных роликов, там все хорошо, сценарий хорошо, постановка хорошо, там изначально показали, там изначально сделали все, а потом забросили его, почему? Потому что человек думал, что будет приход людей, он не дожал, и таких каналов тьма, огромное множество, ваша задача прийти, эти ролики отсмотреть с листиком и ручкой, и записать, чтобы вы взялись здесь отсюда, понимаете? Я называю этот способ саранча, ну, у нас такого есть, в компании есть такая, называется саранча, то есть, мы приходим, выбираем каналы заброшенные, новые там, и каждый занимается в этом канале, берет что-то лучшее, и мы потом делаем канал, такой, компиляция на нашем канале из этих каналов, и делаем лучшее, все, победа, сразу, делайте так, не думать, что ты думаешь, не думай, делай, она сидит, думает идеи для этого всего, друзья, это вообще ни о чем. Дальше поехали. Как? Это вот, как самый, наверное, момент важный, потому что, где снимать, если вы нашли, то как снимать, надо понимать, это там очень много нюансов, потому что, чтобы снимать ваши руки, надо, чтобы была камера сверху, вот просто купите себе, отжалейте себе, не поедьте там куда-то там отдыхать, там, отжалейте себе, купите себе нормальный там, штатив и нормальную голову, и пусть наверх, пусть, потому что, вы, вот, когда вы будете думать, лишь бы не упал, лишь бы не упал, лишь бы не упал, вы не будете делать ничего. То есть сделайте себе хорошее рабочее место, чтобы у вас было нормально. Не крепите, у меня это все проходил я, я с вами делюсь тем, что я проходил. Мы лепили, мы крутили, мы устали, наши пальчики устали, камеры упали, и всем был пипец, поэтому вот не надо ничего лепить, и не надо ничего изобретать, у меня все знают, мы делали ежик у нас есть, ежик это притча в при, в этом как, в айзыцах, да, потому что мы делали, мне делали ролик команды, там 12 человек делала ролик, недельный ролик про ежика, о том, как из груши сделать ежик, там был цветокор, там было все-все-все, но я этого не понимаю, и я, у меня навсегда, ну, на год отбило вообще охоту про продукты делать, поэтому, понимаете, как снимать, как продвигать, как монтировать, как размещать, как делают конкуренты, до того, как вы начнете все это делать, просто возьмите этот лист, пропишите себе, сядьте, друзья, и просто потратьте три дня своего времени, чтобы это все прописать, не проговорить, а прописать. А еще лучше, у каждого из вас есть друг, ну, или подруга, знаете, есть такая подруга или друг, которая говорит, да ну, это все, ну, такой критик или критика, всегда есть просто в окружении, да, то есть вы говорите, а я буду это, я буду это, да ну, да тебя там пошлют, а это все не то, и вот вы должны ему аргументировать, но на самом деле вы будете аргументировать себе, проговорить это все, да. И важно, важно, как делают конкуренты, но у многих тут ошибка, они начинают конкурентов воспринимать, как врагов, от этого ваш мозг не креативит, а он борется, он начинает с ним, с конкурентами бороться, и не понимает их сильные стороны, это ерунда, у него там кривой взгляд. Друзья, просто берете и у конкурентов забираете все самое лучшее, но вы будете за ними и не подпи… Я говорю, а что ты не подписана на конкурентов? Она говорит, а это же у них будет личный подписчик, но это не работает. Подписывайтесь на конкурентов, смотрите их каналы, смотрите их периодичность, анализируйте, где у нас тут есть слово анализировать, вот, вот, анализируйте конкурентов и свои успехи, тогда будет хорошо. Ну и дальше, как масштабировать? То есть, помните, мы говорили о том, что если будет много этих вот заказов, да, как усилить, как уменьшить и как закрыть? Вот сразу подумайте о том, как закрыть, то есть, вот что, потому что очень часто, у меня была такая ошибка, я изначально начинаю делать, я вовлекаю людей, но я потом понимаю, теперь я думаю, а что будет, если не получится, я говорю, что типа, ребята, если не получится, то мы расходимся, а если получится, то получаем, а не получится, то расходимся. А люди думают, что есть некий, обычно ваши знакомые думают, что есть некий там папочка, муж, любовник, любовница, которая дала вам там денег и вы там это все дело развиваете, они не понимают, что вы там ночами не спите там, то есть вы там ежнец, 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 ежегерец. Дальше, надо тоже думать о том, как закрыть в случае провала и с этим, ну, почему закрыть, потому что я уже говорил, что мне сказали, ну, я все это же получаю консультации и мне один из гуру маркетинга сказал, что у тебя, то есть, если ты сделаешь десять проектов, то у тебя один по-любому выстрелит, ну, в любом случае, ты будешь уже прокаченный чувак, у тебя будет все хорошо, но, чтобы сделать десять, надо понимать, что скорее всего выстрелит не первый или второй, а выстрелит десятый, ну, или девятый и перед этим надо закрыть эти восемь, думайте о том, как закрыть, поэтому, но при этом я рекомендую, что надо говорить не так, что типа я закрыла, не получилось, а я решил сменить или я решила сменить направление, не закрыла, а сменила направление, допустим, я перешла из замечательных там этих бабников, совят, вот, потому что мужчины гады не покупают ничего, я перешла на такие штучки, потому что это покупают детям и сюда можно ставить логотипы и тоже будет хорошо, понятно. И самый важный вопрос, сколько, сколько времени пропишите себе, если вы не пропишите, давайте по-другому, того, чего не написано, не существует, вот просто возьмите себе пропишите, сколько у вас времени, сколько вы в день можете уделять. Друзья, сразу хочу вас, наверное, обрадовать, либо огорчить, если у вас есть два часа времени в день, то сделать хороший канал, я думаю, что уже сейчас, ну, есть два часа времени и нет бюджета, то сделать хороший канал, ну, не получится, потому что этому надо уделять, ну, достаточно времени, чтобы его много. Сколько денег? Тоже пропишите себе, то есть, и напишите себе, где вы можете взять. Например, вы даже и думать не могли подумать, что ваше видео с упаковкой будет хорошо смотреться, оно будет по-богатому. Упаковка и, допустим, ну, у нас, да, стоит упаковка, там, канал, начало, там, пятое-десятое, сто, там, сто, сто, сто двадцать, сто пятьдесят тысяч. Но это делает ваш канал с, то есть, такой волшебный пендель вашему каналу дает, да. И уже к этому приходят потом, но у вас уже там пятьдесят роликов размещено, и мы не можем их переделать, туда нельзя поставить упаковку внутрь этого ролика. Понятно. И надо, вот, думать заранее соответственно. Где, сколько у вас денег прописали, сколько у вас оборудования. Причем, я у Маши возьму телефон не работает, Маша не даст. Ну, или потом заберет. Скажет мне на самой. Сколько стоят услуги кого-либо, монтажера, дизайнера, потому что очень часто… А, еще ошибка одна. Уважаемые творческие люди, дамы и господа, выучите слово делегирование. И если вы замечательно делаете какие-нибудь там поделки, то это не значит, что талантливый, человек талантлив во всем. Делегируйте. Пусть обложки делает дизайнер. Пусть монтаж делает монтажер. Это будет быстрее. Потому что меня умиляют дамы, которые пытаются научиться монтажировать. Ну, а чего вы хлеб не печете или колбасу чего не делаете? Ммм? То же самое, что нам платить за этим пекарям, магазины там, я вон дома на пеку. Понятно? Поэтому лучше изначально, там, у нас будет целый пласт уроков о том, как нанимать фрилансеров, как с ними работать, там, договора мы разместим в клубе видеомаркетологов, как с ними, ну, такие лайфхаки, как работать и как не дать себя обмануть. Ну, и аренда. Потому что бывает так, что если у вас тоже хорошо проработаете вариант того, что если у вас есть дома, вы делаете, то гораздо интересней арендовать студию на день и там принести, допустим, 15 своих таких вот игрушечек и в атмосфере такого хорошего интерьера снять обзоры по этим игрушечкам. Это будет прям вкусно, потому что сейчас продает вкусное видео, а мы делаем канал для бизнеса, чтобы продавать. И не слушайте никого, кто скажет, это не про деньги. Вы только начнете делать хорошо, у вас появятся заказы. Появятся заказы, надо будет материал хороший, появится интерес к каналу, надо будет хорошее оборудование покупать. А оборудование хорошо стоит, ну, компьютер хорошо стоит, все стоит хорошо и деньги нужны будут и вы долго просите у родителей, либо там у мужа, или там у жены не сможете. И, конечно же, сколько мы получим? Вот этот момент пропишите себе и зафиксируйте результат. Понятно? Прописали, зафиксировали, написали. Я закончил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok